За столом для заседаний в колонном зале правительства сидят не только представители региональной власти, но и будущие первоклассники из разных районов области. В свой праздник День защиты детей мальчишки и девчонки получают подарки от всех меценатов. В их роли выступил депутатский корпус, предприниматели и прочие взрослые, кто изъявил желание помочь родителям подготовить все необходимое для учебы их ребенка. Они обеспечиваются к началу учебного года школьными принадлежностями, школьной формой, спортивными товарами, необходимой одеждой, обувью. Ну то есть все, что нужно, как правило, им приобретается. Первыми подарки получили 27 детей. Это те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, имеет много братьев и сестер или оказался без попечения родителей. Всего в этом году акция охватила 20 тысяч ребятишек. Очень рады, что нас пригласили сюда. Будем надеяться, что будет учиться хорошо. Родители подчеркнули, такая помощь просто необходима. Это оберегает семейный бюджет от дополнительных трат. А сэкономленные деньги можно потратить на дополнительное образование ребенка. К примеру, на обучение живописи, танцам, занятия в спортивных клубах. Глава области отметил, в будущем акция охватит еще больше ребятишек. К сожалению, в силу различных причин, не все семьи могут подготовить в школе наших детей лучших на всем белом свете мальчишек и девчонок. Так, как они этого заслуживают. Для поддержки ребят, для того, чтобы все, без исключения школьники Ульяновской области, почувствовали заботу и внимание взрослых, мы проводим благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Свои первые ранцы ребята получили из рук главы области. Обладатели приятных подарков стали и ребята из Лутугинского района Луганской Народной Республики. Дети так рады, очень рады. Они уже рассмотрели все, что там есть. Они хоть и большие, кто-то в девятый класс перешел, кто-то в пятый. Но любому подарку любой ребенок рад. Кроме того, акция позволяет многодетным семьям оформить ежегодную выплату в размере 2000 рублей. Заявление принимают через портал «Единых государственных услуг». Стать участником «Помоги собраться в школу» могут семьи, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума.